Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 834. Событие дня. Псалом 40, 13 стих. А меня сохранишь в целости моей и поставишь перед лицом Твоим навеки. За 27 марта 2018 года. Псалом 40, 12 стих. И с того узнаю, что Ты благоволишь ко мне, если враг мой не восторжествует надо мною, а меня сохранишь в целости моей и поставишь при лицом Твоим навеки. Вот как определить. Давид нашел какое определение. Нападают, говорят, неправильно, у самих ничего нет. И поговорить им бесполезно, у них никакого опыта нет. Ничего нет. Вот не так, тут не так, у нас тоже в деревне один там. Вот не так, если бы Игнатий поступал, не так, а вот так. Людей было бы много. Ну ты сам-то хоть одного приобрети. На пенсию вышел, ни одного, ни друга, никого нет. За 10 лет никто не приехал. Как ты учишь-то? А вот так бы. Ну а почему сам-то не чемпион? Есть тренер, учат, все нормально. Ну а почему ты-то не олимпийский чемпион? Дальше. Роман Фроликов. Православную Византию и монастырский Египет захватили соседние племена арабов, когда они приняли мусульманство. Похоже, будет и с Байкалом, и со всей страной, и со всем миром. Это по откровению апокалипсису. Этого не избежать. Но наше дело не дружить с людьми этого мира, ибо дружность с миром – это вражда с Богом. Наталья Усатая. Китайцы – это целеустремленный народ, и свою цель достигают любым путем. Роман Фроликов. Поэтому наше дело – благовестие всем и каждому. В первую очередь, благовестие добрыми делами для тех, кому мы собираемся благовествовать словом. Хорошо. Пожар в Кемерово. В Кемерово. Вот я выписал отдельные места. Вчера просто о пожаре. Из боеводства от пожара, воровни, чистой силы. И ролик выставил. Не конкретно о пожаре, а вообще в мире это бывает. Вот какие места я там взял из писания. Третья ездра – 6,56. О прочих же народах, происшествших от Адама, ты сказал, что они ничто, но подобно слюне. И все множество их ты уподобил каплям, каплющими сосуда. В слюне плюнуло, все это народы появились, мошкара. И поэтому люди жалеют, плачут, да как так Бог допустил, так столько детей погибло. Ну, я посчитал, тут выступает Жириновский. Самое правильное там. И замки заржавленные, все закрыто, никогда не проверяют. На первом этаже надо. Да не из этого пластика отравляют, который из дерева, чтобы было. Не так уж и много это обойдется. Ну, от додела-то не договаривают. Надо причину найти, пожара, причина. Причина не пожара, даже наказания. Наказания людского. И вот я на эту тему как раз и говорил. Псалом 61, 10 стих. Сыны человеческие, только суета. Сыны мужей ложь. Если положить их на весы, все они вместе легче пустоты. Вот какая насмешка уже совсем. Все народы вместе сложить, так это тысячи тонн. Грязи, костей, плоти разлагающейся червивой. Тысячи тонн. Ну и вот. Псалом 40, 17 стих. Все народы перед ним, как ничто. Менее ничтожество и пустоты считается у него. То же самое, как бы, повторяет слова Давида, Исаия. Луки 13, 3. Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. Луки 13, 5. Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. 1 Коринфянам 10, 6. А это были образы для нас, чтобы мы не были походливы на злое, как они были походливы. Вот так. Дальше. 1 Коринфянам 10, 11. Все это происходило с ними, как образы. Дальше. А описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Это все примеры нам, всегда погибали люди, и через это Господь привлекает людей. А для этих людей это лучший вариант, они не разворотились, как написано в книге царства. Один ребенок, говорит, был умер в царского дома. И Господь восхитил его, чтобы разум его не осквернился этим миром. Один, а остальные Бог убил после. 4 Царство, 2 глава, 23 стих. И пошел он оттуда в Эфиль. Когда он шел дорогою, малые дети вышли из города, и насмехались над ним, и говорили ему, Иди, Плешивый, иди, Плешивый. Он оглянулся, и увидел их, и прокрыл их именем Господним. И вышли две медведицы из леса, и растерзали из них сорок два ребенка. Вот так рассуждать, как это так. А дети, вот они, пожалуйста, какие они злые, обзываются, и что угодно. Маленькие дети невинные, Бог знает. А то и взрослые. Человек погибает, когда говорит, ни в чем он не повинен. Как это ни в чем? Таких людей нет, все согрешили. Михаил Гордеев. У меня защитник Windows запрашивает на открытие этого файла. Ну это файл, там, о сребролюбии. Он на оперу открылся, а не считается. Да и зачем мне молитва о сребролюбии? Ну да. Мне пенсии хватает. Я 44 года продуктивно работал, имею награду от министерства, и поэтому... Я ветеран труда федерального значения по праву, и половину плачу за квартиру и пенсию 25 тысяч рублей. Ну да, ну все время не хватает. Дальше. Михаил Гордеев, а ты все время жалуешься на маленькую пенсию, а ты прибавляй сюда колы за печки, и по две дела в день, и будет уже больше моего. А книги по 700 евро за комплект. Мне уж не хочется говорить о десятине, которую ты обкрадываешь Бога. То есть вот по старости лет, 8, 9, 10 лету, а ничего нету. По сегодняшний день продолжает курить, пить, материться и болеет. И вот начинает говорить, пенсия 25 тысяч не хватает. У меня пенсия-то маленькая, почему? Мне не давали работать, советская власть меня гнобила. А у тебя от советской власти только благодарности были. А почему? Все вместе делал. Что хотел, то и делал. Жил в полное свое удовольствие. И вот, значит, прибавляй колы. Это не колы, это работа. А ты сказал, я делал печки, да. А хоть я рублем воспользовался оттуда? Нет. А книги по 700, то есть это полный комплект, 750 евро, он не сказал. Которые я дарю. Я 50 лет вложил непрерывного труда в знания и 9 лет просидел за компьютером. В среднем 14-16 часов в день проводил. Вот что означает это. Ни копейки не воспользовался. Но самое-то главное, десятине обкрадуешь Бога. Бог говорит, вы меня обкрадываете. У него все в башке перевернулось. Человек десятины обкрадывает Бога. Как? Обкрадываешь на себя оттащишь. А если я не плачу, а наоборот, плачу 9 десятин, то ничего нет. Это подстарость вот такая, гнусная старость, лживая. А по десятины Бог говорит, меня обкрадывайте. А Бога как обкрадывать можно? Именно ты не даешь когда? Он давал, никогда не платил за всю жизнь. Всю жизнь обкрадывал. Платил? Нет. Сейчас платишь? Нет. Вот и весь ответ. А ты обкрадываешь Бога. Если я плачу десятины, я обкрадываю. А он не платит, а он не обкрадывает. Михаил Гордеев, покайся и прекрати свое нечестие, обложив народ законом. Видишь как? То есть совершенно не знает. А как жил? Ну так, был баптистом, пошел к вармонам, вернулся, нашел себе кумира Осипова. Можно все делать, Бог милостивый, вечного мучения нету. Это ему подошло. Бреются в галстуке. Все принял. И вот он наделал, она даже майку. Майку кто-то прислал ему из Германии или продавали, тут нельзя сказать. И на ней написано по-немецки. А Дундук-то ничего не знает, ни одного слова. И написано «Ебеншайся». А рядом рука пальцами направляет «Адобиус шольды». Я увидал, не поверил. Давай позвонил нашей одной бывшей прихожанке. Она преподаватель вагу немецкого языка. Племянница в Германии, она вышла, уже знает немецкий язык. Она говорит «Правильно». Я говорю «Правильно перевел-то». Правильно. Она означает так «Я говно, а ты виноват в этом». Он сразу вот снял свою футболку и больше никогда не надевает. То есть я дерьмо, самое последнее. Но это не я виноват. Это жена у меня первая, вторая, пятая, десятая не такая были. Люди на работе не такие были. Ну и вся жизнь закончилась, и кроме дыма скверно ничего сзади нет. И сейчас Бог не влагает ничего. А как может дать? Михаил Гордеев, вот видишь, что я тебе наговорил на сребролюбие. Видишь, как сребролюбия никогда у него не было. Все тратил на себя, обкрадывал Бога. Господь говорит «Ничего у тебя дать-то не будет». У меня никогда сребролюбия не было. Какое сребролюбия у него не было? Понятие какое сребролюбие. Все тратил на себя. Эгоист в высочайшей степени. Я сколько бы ни зарабатывал, хватало только до следующей получки. Вот так. Десятину не отдавал, милостыню никогда не давал. Ну и не знал ни храма, ничего нигде нет. Жил с тобой в удовольствии. По доходам... Я бы не говорил это, если бы не напоролся на это. По доходам и расходы никогда не копил. Никогда не копил, видишь как. Сейчас только собираю, что остается отпеться на гроб. Не хочу, чтобы положили в окрашенной, обтянутой материей срюшками. Как видел в ролике, вы хоронили вдову Вов. Ну мы хоронили, но мы не хоронили. В первую очередь, тот не знает ничего. Она вдова, у нее родственники, они и хоронили ее. Все неверующие, они и хоронили. А наши сестры были, она была член нашей общины. И ходили, они были на кладбище, пришли проститься. Вы хоронили. Все там делали, как они хотели. Нашего там не было ни копейки, да я и не был там. Дальше. Михаил Гордеев. Вот тому бы брату, который делал сидушку в ванну, заказать бы. Я его только морилкой буду покрашивать. Нравится, как морилкой пахнет. Да понимаешь, в девятый десяток лет. Дальше. Прошу тебя, посадись. Ну мы сразу узнали, кто это, кто раньше делал Михаил Петрович Коряковцев. Я говорю, Володя, позвони ему, чтобы он сделал, что надо-то. Летом и доски можно подсушить, а я расплачусь полна. То есть только о гробе заговорил. До самого последнего дня все о женитьбе толкалок. Дальше. Михаил Гордеев. Домовину пора готовить. Хочу по старому обычаю. Загоди. Да и будет рядом находиться, чтоб напоминал. А раньше как они? Брали большое бревно и долбили его. Долбили. Но тяжелый, конечно, было. Доски ни одного гвоздя нет. Групп без единого гвоздя. Михаил Гордеев. Тапочки уже приготовил. Монгорские. За 600 рублей купил на рынке. Прочные. Внутри белая кошма. Сверху кожа с рисунком. Вот, понимаешь, у нас говорили, тут кладбище хорошее. Высово на взгорке, далеко видать. Но что видать-то, когда ты на 2 метра под землей? У нас хорошее кладбище березы. Я скворечники повесил, поют. Но поют-то для живых, не для мертвых. Михаил Гордеев. Насчет гроба, не забудь, посодействуй. Дальше. Михаил Гордеев. По дружбе. Игнатий Лапкин. Гроб можешь купить любой и по размеру своему в ритуальных услугах. Да. Игнатий Лапкин. Притча 28-24. Кто обкрадывает отца своего и мать свою и говорит, это не грех, тот сообщен грабителем. Вот кто он такой. Грабитель пишет это. Никогда десятину не платил. Ну и церковь, как существова, его не касается. Все только на себя был. До получки, до получки. Малахия 3-7. Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих. Не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам, говорит Господь Сауов. Вы скажете, как нам обратиться? Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями. И пророк говорит за них, что обращусь к вам, говорит Господь. А вы скажете, Бог знает, что скажет, обратитесь. А как нам обратиться-то? В храм ходим. А он говорит, а можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете? А как обкрадываете? Десятиною и вор. Это пишет вор, теперь о гробе заботится. Проклятием вы проклятый, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Весь народ, вместе с Осипом, своим кумиром, все воры, ворье собралось. Принесите все десятины в дом-хранилище, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Сауов. Не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословение до избытка? А тут никакого благословения нет, прожил и ничего нет. Ни одного друга нету, вообще никого нету. А есть дети там, и хорошие занимают, и сам-то так по себе добрый. Мы у него останавливались в Москве, когда приезжали всегда. Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные. А у него какие плоды земные? У него ни огурца, ничего нет. И виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Сауов. А какие у него плоды? У него нет ничего, так атак привязывается. Сколько не завозили по-тиряевски, там все чистое такое. Никто не мог угодить. Капризник страшный. Помидоры там делал что-то, обжег ноду, банки все расколотил. Компьютер где-то что-то не работал, вдребезги топором изрубил, и компьютер, и стол. И выкинул. Ну что это? И нападает главное. Я бы не говорил это ничего, но нападает. И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землей вожделенную, говорит Господь Сауов. И главное за что? За десятину. Сколько обещает благ? Дерзостные передо мною слова ваши, говорит Господь. Вы скажете, что мы говорим против тебя? Вы говорите, тщетно служение Богу, и что позже, что мы соблюдали постановление Его, и ходили в печальной одежде перед лицом Господа Сауова. И ныне мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивать себе делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы. Поэтому Бог знает, что они говорят, и завидуют безбожникам, у Него все хорошо, жирные такие, какие вы говорите? И они будут моими, говорит Господь Сауов, собственностью моею в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего Ему. Вот я просто здесь дальше хочу показать, выделить, что сегодня разницы никакой нет, вроде бы так, у него пенсия большая-то, и дальше считаем. И тогда снова увидите различия между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему. И все обходит, причащается, чуть-чуть опять, покурил, вышел, опять пошел, причащился. То есть полностью это Осиповские ученики. Валентина Сартисон. Мир вам! Сейчас по случаю пожара в Кемерово вся страна стонет и плачет, и призывает молиться о погибших. Да, жаль. Но этот случай научает и дает понять всем любителям садомских развлечений, а особенно Великий пост, что Господь показывает то, как гореть будем в аду. Подобные пожары и бедствия наблюдаю уже неоднократно, а причина одна – садомия. Люди ничему не научаются на этих примерах, а вновь и вновь лезут в это пекло, виня каких-то дядей. А того не поймут, что виноваты сами, да еще и детей туда тянут, приучая их с малых лет к развлечениям, развращениям, которые в дальнейшей жизни ничего хорошего не сулят им. Это у нас тут называется чат, содружество такое, занятия идут, и тут между собой они пишут. Это не мне она писала. Наталья Лапкина, Бубенова. Ну, это она ей говорит, Бубенова. Это на самом деле ее говорит муж Василий Лапкин, мой племянник. И вам мир, Валентина. Это Василий Лапкин. С вами не согласен наполовину. Согласен, что не надо посещать развлекательный центр в Великий пост. Это да. Но при чем тут садомия? Если вам неизвестно, то я вам подскажу, что садомия – это грех мужеложества. Очень сильно сомневаюсь, что детки и семьи пришедших ТРЦ в Кемерово занимались мужеложеством. Так что, как бы клеветниками не сделаться, бросаясь такими заявлениями. А пожар произошел, как всегда, из-за нашего русского авось. Сам по работе довольно часто имею дело с системой пожаротушения и пожарной вентиляции и знаю, что нарушений очень много. Погибших людей действительно жаль. Какие разговоры идут. Валентина не останется. Она будет объяснять. Евгения Клеменова. Валентина, какая садомия? Вы о чем? На выборах раздавали бесплатные билеты детям, например, мультикам. Понимаешь, теперь уже ищут, кто раздавал. На каком этаже раздавали. И детьми набили дети. Это сейчас почему не могут установить? А потому что их нету там. Падало, горело все. И смешалось все. Трупов нету. Пыль одна осталась и все. А ребятишкам-то давали на улицу. Ушли у кого? Где они? Еще никто не знает. А привозили-то из детдомов. Понабили вообще. Жириновский говорит, ну не больше бы трехсот, ну не тысячу же человек-то. Да на седьмой этаж. Ни одного выхода нету. Лестница везде, все на замках. Не могли никто открыть. Детей автобусами свозили. Двери и запасные выходы были закрыты. Охранники не пускали детей к лестнице. Людям не оказывалась никакая помощь. Сейчас замалчивается реально цифра погибших. С родителей требуют подписку о неразглашении. Страшная тенденция. Странная. Странная тенденция среди наших людей наблюдается. Винить пострадавших? Послушайте внимательно это видео. А дальше. Евтушенко Сергей. Никто ничего не замалчивает. Это все спекуляции. Я слушал ретрансляцию рации пожарников. Цифры совпадают один в один. Проблема в том, что тела сильно пострадали и их нельзя вообще отличить от золы. Сейчас собирать данные от всех родственников. А говорить о ритуальных убийствах – это вообще смешно. Простое разгильдяйство, которое наложилось на другие нарушения в общем, как всегда. Валентина Сартисон. И многое подобное, что там присутствовало наверняка. Виталий Калинников. Помоги мне. Валентина Сартисон. Читаю. Кемеровская епархия молится погибших. Что интересно, Кемеровская. Все епархии, которые на меня нападали – это самые ярые. Я их назвал монкурты. Из-за этой епархии. И ни одного слова истинного не говорят. И у меня возник вопрос. А не освещали ли они в свое время за большие деньги этот развлекательно-развратительный центр? Вот так. Татьяна Лапкина. Это Василий пишет. Мир всем. Валентина. Откуда столько жестокости? Там ведь был зоопарк, бассейны и для детей всякие карусели и так далее. Посмотрите прямой эфир с Андреем Малаховым. Откуда вы взяли, что там развратительный центр? Погибли дети. Может, кто-то просто пошел в магазин и погиб. Какое имеет значение сейчас – освещали или нет? Если помолиться, там какой грех? Молиться никогда не грех. Посочувствуйте людям. Помолитесь, чтобы Бог дал им покаяние и принести эту боль погибшей родным им людей. Никто не застрахован от этого. Прости нас, Господи. Дальше опять посмотрели. И дальше Валентина. Валентина Сартисон. Сейчас просматриваю фотографии горящего центра. И внешне он напоминает мне крематорий. Почти нет окон. Но зачем детей тащить в эту темноту и дыхоту, когда есть нормальные развлечения на свежем воздухе? Тем более, накануне было предупреждение о возможных терактах. Терактах? Да. Ну, никак ты ясно не произносишь окончание. Не нужно лезть туда, где есть большое скопище людей. Уже многократно сталкивались с подобным. А молиться – молюсь и очень горюю и сочувствую. И жестоко не я, а правда. Сергей Игнатов. Мир вам! Однажды Иисусу Христу сообщили о несчастном случае, когда башня задавила людей. На что последовал ответ Спасителя. Погибшие не были грешнее других. Но такая участь уготована тем, кто грешит и не кается. Трагедия в Кемерово чем-то подходит на продолжавшуюся вяло текущую трагедию в Донбассе. Где, имея материальный достаток, многие люди прожигали свои деньги на развлечения, не памятуя о заповедях Бога. Результат плачевный. Вразуми нас, Господи, просвети Словом Твоим и не попусти погибнуть без покаяния. Аминь. Распишет человек с Украины, с Донбасса как раз. Угридар. Евгения Клеменова. Сергей Игнатов. Те, кто прожигал деньги на Донбассе, давно выехали оттуда в Крым или в другое тихое благополучное место. А остались там бедные работяги, которым некуда податься. Я не перестаю удивляться логике и зомбированности нашего народа. Во всех бедах виноваты не власть стоящая, а мы люди. Поэтому так и живем. Роман Фроликов. Чтобы люди рядом со мной соблюдали правила пожарной безопасности и правила церкви тоже, что лично я сделал. Ведь люди захотят соблюдать какие-либо правила только тогда, когда в этих людях появится любовь к ближним. И, соответственно, правила церкви человек будет исполнять только тогда, когда у него будет любовь к ближним и к Богу. Слава Ему! Кто любит меня, тот заповеди мои соблюдет. Иисус Христос! Хвала Ему! Любовь к людям и к Нему проявляется всегда только в благовестии, в общении с людьми о Его Евангелии, о Его радостной новости о том, что Он пострадал на кресте вместо меня, чтобы я имел надежду на избавление от вечных мучений после смерти. Валентина Сартисон Сергей Игнатов Истинно так! Аминь! Аллилуйя! Когда случилась трагедия на Донбассе, я много молилась и плакала, а своим говорила также словами Христа. Не думайте, что эти люди грешнее нас, и мы также погибем, если не покаемся. Мы не знаем, когда и в какое время на нас упадет Силаамская башня. Страшно отступать от Бога. Роман Фроликов Отступление от Него – это не исполнение всеми нами Его заповеди о всеобщем благовестии. Роман Фроликов Отступление от Него – это не исповедовать Его вроде семь, прелюбодеянным и грешным. Это не обличать людей ближних, что они неправильно живут, не имеют веры в Него и не исполняют Его заповеди. Перед таким обличением, конечно, надо сделать добрые дела для этих людей, помочь им в том, в чем у них трудности. Гусейнов Рустам По большому счету, еще столько произойдет в жизни, что просто не успеем все описать, разобрать и переварить. Поэтому лучше для нашего духовного состояния не питаться шлаками и блевотиной видеоканалов, а чаще молиться и читать Евангелие. Для нашего здорового духовного состояния. А если мы сами не будем здоровы духовно, тогда кого же мы сможем вразумить и наставить на путь Христов в своем благовестии? Сергей Перепелкин Игнать Тихонович Священник Георгий дал согласие и благословил готовиться к окрещению. Полное погружение в скиту Боголюбовского монастыря. Что под Владимиром Водоем открытый при источнике Помолитесь за меня, Сергей Перепелкин Молю Господи Рустам Спаси Господи Вам, Игнать Тихонович Благодаря Вам у меня появились друзья Братья и сестры во Христе А так без Вас у меня никого не было И не было никогда даже в интернете Слава Христу Видишь, как вот говорили И наконец у него появляются друзья Он это понимает, благодарит И вот показать, какие у нас ресурсы Это мой мир Вот я тут в шапке Тут легко переписываться Почту тут получаю Дальше Большой у нас православный форум 1600 тем Ну и Вот это что-то сюда Зашло Закончилось Сейчас посмотрю Что-то закачивал тут Что-то было Вот как сейчас появится здесь Сразу отступлю Вот здесь вот И должна вытянуться какая-то Вот все А теперь посмотреть Вот это наш видеоканал Большой видеоканал Сегодня которую ночью я выставлял Это закачка там идет И вот вчера этот Покажу сейчас События какие были Вчерашний день Они отображено Уже у нас было Вот Выставлено Вот проповедь Василий Так Сейчас я покажу Так Ну только с данными Большие И как И как и что Ну события какие Вчера были Мы В воскресенье Узнали Что Роман Малыш Здесь находится Для иностранцев Специальный Пункт сделан Где они Как арестанты Живут Ну никого не было Мы сфотографировали Там Что Когда и принимают И что Только в понедельник С 9 до 11 Два часа Ну мы пришли туда У них зала никакого нету Приемная нету На улице стоишь Ноги замерзли А как зимой Нисколько Такого я не видал Во вторник Не в понедельник А во вторник Да во вторник Вчера это было Сегодня среда уже Ну и Думали зайдем Там Может быть Сфотографируешь Это Ну Тут они Узнали уже там Что там нет Никакого Ничего Никак Ну и дождались Наша очередь Мы были трое Возил у нас Сергей Пупков А в воскресенье Игорь Добунов Ну и Прошел туда Там сразу заходишь Прибранно так Сидит Часовой Кто такие Паспорт дал Она тоже его взяла Пошла и В другой наверное Комнате Там ксерокопию Сняла На стол ему положила И тут начальник Подошел Начальник видимо Этого заведения Ну как СИЗО Так Ну похожее на СИЗО Подполковник Ну давай разговаривать Меня он начал Спрашивать А я взял с собой Документ Который Покуратура Прислала Что вот так На машине На машине Сюда его И в кутузку Запечатали Но главное Главное другое Теперь Свои Люди Верующие Как будто бы Заходят Ой это лицемерие Вы его посадили Кто его садил Ничего не знает А что А ничего у них нет Такого Вы деревню строили С нуля Повторяю Процент Какой 21 тысяча Сел Разрушены полностью Это устаревшие данные Сейчас намного больше Там может быть 25 тысяч И чтобы на Православных Благочестивых Обычах Начать строить Не пить Не курить Не лгать Не воровать Это Мы единственное Пока Село Он восстал Против устава Стал нарушать Слава Иисусу Христу Старшая сестра Проверяет Жив Или здоров И О чем рассуждают То есть Он разрушает Устав И как А никак Не надо То есть Ну Злодеи Ты деревню Начни строить Собери Людей Много Мало Школа работает Храм работает Люди приезжают Свадьбы игрались И хоронят У них что то есть Ничего подобного нет А может быть Никогда А почему Они эгоисты И они видят Что вот в этом Городе Наверху сияют Огни Они никто Во тьме И вот Начинают нападать Вы его посадили Он Не принял Гражданство Он Прящется Он никто И вот теперь А это обязательно Обнаружится Потому что Землю Не хочет Брать А просто Строить И все А с кого Спросят У нас Старост Официальный Устав Батюшка Вот теперь Он зашел Вокруг Принял Принял крещение Человек Власти Батюшка И колючка Выходит Выходит Распросил На вокзале В писаном виде Они кого-то Посетили Больного Нет Мы посетили По заповеди Божьей А вот Вы жестоко Но если Он не слушается Родители Должны на него Руки Возложить Выгнут К воротам Города И побьют Камнями Жестоко Или нет А как По-другому Никак Если скажет Пойдем Служить Другому Богу Он-то Все Разрушает Твоя Рука Первая Должна Быть На нем Да Будет Побит Ну Бог Уничтожает Человека Но оказывает Милость Восемь человек С одного Семейства Так Бог Злой Или Добрый Ну Ничего Нельзя Объяснять Видно Что Ушли Из Православия Соединились С самыми Негодными Даже Не с Отщепенцами Отдельно Где-то Собираются Рызкают За нами Ну Находятся СД Как я их Называю Какой-то Там Сват То ли Фамилия То ли Прикрышка Какая-то И он За нами Узнает Где есть И кидается А ничего Не знает Полтора Центера Туши Сидит На одном Месте Седак Больной И на голову И на ноги И они Сразу С ними Соединяются Были Православные Прищищались Приезжали У нас Доигрались Я все вспоминаю Слова Сталина Когда сообщили О Гитлере Что Закончил Жизнь свою Самой Доигрался Подлес И вот Это К этим людям Вот эта Эфиша Такая Доигрался Подлес Ну Мы Простились По-хорошему Молиться И Теперь Как он там Будет Что Бог его знает Эта земля За ним Не закреплена За это Время Там Другой Человек Поселится Но Он даже Примет Гражданство Он боялся Принимать Из-за чего ИНН 666 А теперь Ему надо Принимать То есть Что до этого Он колбасил Вся эта Фишкина Грамота Паспорт Сжег А теперь Надо Новый Получать А нет Так и нет А это Время На земле Другой Поселится Ему тут Не за чем Ехать Есть Отдельные Места Еще 21 тысяча Пустых Мест Ну и Поселяйся Там Или на Украине Где-то Зачем Никак Никак Потому что Мы благодарим Бога Мы благодарим Бога Ну уезжает По хорошему И все То есть Любое Если мы не пошли Обвинено А пошли Другое Другая вина Это всегда Так делается Ну еще У нас тут Есть Это я Переношу Сюда Во свете Библии Православный Библейский Сайт Вот это Здесь очень много Вопросы И ответы Я не могу Понять Сколько Здесь Где написано Володя Сколько Время 43 минуты Вот все На этом На сегодня Конец Вот Володя Считал Вот он Готовит Обед Пошел Ну и Наш Слушатель Благодарный Пампушки Твои Все что Я брал Я Сергею Купкову Отдал С Васей Пусть Там едят